Завершающая этот год Оперативка в правительстве республики Башкортостан Была необычной Как по форме, так и по содержанию Начать с того, что она была Не в понедельник, а во вторник Но тут у Радия Фаридовича была Уважительная причина Его срочно вызвали в Кремль, чтобы вручить орден Вообще с этим орденом Как мы помним, не все ладно Начать с того, что это Почти воинский орден Александра Невского, который В основном вручают Военнослужащим, хотя допускается Вручение гражданским лицам Ну и заканчивая тем, что Хабиров не до конца попадал под критерии Статута этого ордена, ну да бог с ним Несмотря на то, что В общем-то выписан там был орденок Еще в сентябре, вот решили Срочно вручить до Нового года Вернувшись К своим обязанностям Радий Фаридович созвал Оперативное совещание во вторник И по форме своей Оно конечно было необычно тем, что Вступление и завершение, которое Обычно делает глава республики Оказалось по хронометражу Даже длиннее, чем вообще Все содержимое этой оперативки И действительно Хабиров был Центральной фигурой этого совещания В большей степени это совещание Конечно походило на некий годовой Отчет И собственно Почти в этом все и заключалось Начал Радий Фаридович с представления Личного представления нового прокурора Республики Башкортостан Игоря Станиславовича Пантюшина Мы помним, что в прошлый раз Хабиров представил нового прокурора А нового прокурора на совещании не было Как-то нехорошо получилось И вот в общем решил Радий Фаридович этот фальстарт Исправить Вообще фигура прокурора Всплывала и попадала В зону внимания на этом Оперативном совещании трижды В конце нашего выпуска Я и вовсе расскажу одну скандальную историю Которая приключилась на этом совещании Но как говорится досмотрите Представив нового прокурора Хабиров перешел К сути своего вступления Отметив, что 28 декабря Это день кино Хабиров объявил о создании Регионального фонда поддержки кино По образу и подобию Федерального фонда поддержки кино Который будет поддерживать башкирское кино Действительно, в последние годы Конечно, вокруг башкирского кино Разговоров много Даже сняли какие-то фильмы Не будем уходить в Искусствоведческие дискуссии Насколько хороши или плохи эти картины Лично я не смотрел ни одной из них Хотя, в общем-то, не могу Говорить о том, что я безразличен кинематографу Но уж так уж получилось По словам Хабирова Задача новоиспеченного фонда Будет заключаться в поддержке Наиболее интересных предложений Конец цитаты Чьи предложения и о чем Хабиров будет поддерживать При помощи денег фонда А деньги там будут наши с вами Бюджетные Радий Фаридович не уточнил Однако, становится понятно Что после бегства Обоих амбассадоров Хабирова Из России Один из которых, кстати говоря Еще и кассу прихватил с собой Радий Фаридович Окончательно разочаровался В певцах ртом И стал срочно искать себе Видимо новых амбассадоров И видимо из числа кинематографистов Ну иначе объяснить я Вот эту вот Внезапную любовь Хабирова К башкирскому кинематографу Не могу Ну, наверное Может быть это и неплохо То, что Хабиров Решил помогать башкирскому кино И возможно мы даже Что-нибудь тут Какое-нибудь кино увидим И остается надеяться Что ни Зухра Буракаева Ни Булат Юсупа В конечном итоге Не повторят судьбу Элвина Грея и Моргенштерна И не будут нам Махать стопками Бюджетных купюр Из теплых стран Из-за рубежа Далее Хабиров Зачем-то заявил Что очень надеется Что видит своих коллег Сидящих перед ним В последний раз Хотя бы в этом текущем году И огласил уже давно известный Список достижений Которые он холит и лелеет Впрочем повторяет Пожалуй, что уже с августа Ну, как обычно Любимый всеми нами Индекс промышленного производства Который составил 106% К прошлогоднему То, что касается сельского хозяйства Хабиров сказал, что на республику Обрушилась самая сильная засуха За 100 лет Очевидно, что Подобная оценка Это оценка со слов Министра сельского хозяйства Господина Фазрахманова Который стыдливо Не появляется На докладах и на трибунах оперативок Потому что теперь ему докладывать не о чем Купленную в лизинг технику Он посоветовал распродавать За сколько получится А в целом Сельхозпроизводство В республике Башкортостан В этом году упало Аж на целых 13% Далее Хабиров сообщил О рекордном Причем на историческом максимуме В вводе жилья в республике 2 миллиона 900 тысяч квадратных метров жилья Отдельно Хабиров отметил Что каждый год эта цифра должна возрастать До тех пор Пока она не дойдет до отметки В 4 миллиона квадратных метров в год И эта концепция О ежегодном нарастании сдачи жилья Известна башкирским чиновникам Не понаслышке Я говорю о том Что, например, в конце года Раиф Абдрахимов Вице-премьер правительства Который курирует строительную отрасль Даже притормаживал сдачу жилья Некоторыми застройщиками Чтобы ему на будущий год Остались цифры для отчетов Но это такой, конечно, классический Чиновничий прикол Когда перераспределяются результаты Чтобы они каждый год были Красивыми и впечатляющими Также Хабиров сообщил о том Что объем инвестиций В основной капитал В Башкортостане В этом году вырос на 3,6% Собственно, эту цифру Мы не можем комментировать никак Хотя бы потому, что мы ее не можем проверить Еще одно важнейшее достижение Хабиров огласил в сфере заработной платы Раиф Аритович полагает Что средняя заработная плата В республике Башкортостан Составила, внимание, 40 468 рублей Ну, как сказал сам Хабиров Многие получают меньше Ну, конечно, Радий Фаритович Если Шамилю Валееву вы платите За канцелярскую работу В общественной палате По 200 тысяч рублей в месяц То, конечно, вместе с четырьмя санитарками Из Мечетлинского района Из ООО «Социум» Вместе в среднем Они получают по 40 тысяч Потому что вот из этого ООО «Социум» Мечетлинского района Буквально вчера, вот прямо день в день С докладом Хабирова об этих победах Пришло очень странное И, на мой взгляд, страшное письмо В котором они просят Перевести их обратно работать В местное РАНО Где они, собственно, работали Это не совсем санитарки Медицинских учреждений Это технический персонал учебных заведений Это те, кто моют, убирают И содержат хоть в каком-то состоянии Вот эти учебные заведения И вот они просят о том Чтобы зарплату им платили Не 12 300 А 14 700 Минимальный имрот Который, в принципе, всем положен Вот об этом просят технический персонал И сотрудники ООО «Социум» Из Мечетлинского района А вы, Радий Фаридович, Шамиле Валееву 200 тысяч платите За канцелярскую работу Докладывая о достижениях Радия Фаридовича И республики в целом Сам Радий Фаридович был неумолим Он перешел к безработице Сообщил, что официально зарегистрированная безработица В республике Башкортостан Тоже на историческом минимуме Но здесь, конечно, ключевым словом является слово Официально зарегистрированное Власти предпринимают все возможные усилия Для того, чтобы либо не регистрировать безработных Либо максимально быстро сбрасывать их со счетов То есть снимать с этой регистрации Ну, собственно, технология та же Снижение числа безработных Примерно так же происходит Как снижение числа обманутых дольщиков Обманутых дольщиков просто уже не регистрируют в реестрах Завершая перечислять достижения республики В 2021 году Хабиров сообщил о том, что количество Субъектов малого и среднего предпринимательства В республике вернулось на уровень 2019 года Что, собственно, не может не радовать И республика Башкортостан Занимает одно из последних мест Российской Федерации По уровню заболеваемости COVID-19 Заговорив об особой экономической зоне ОЛГА Ради Фаритович объявил ее окончательно открытой А страницу эту перевернутой Означает ли это, что Все выделенное баблишко на эту затею Освоено и перепрятано И означает ли это то, что мы больше не услышим Победных реляций в новостях БСТ Я точно не знаю Но вот, тем не менее, Хабиров заявил эту страницу перевернутой Далее Хабиров объявил 2022 год Годом модернизации профессионального образования Достойных условий труда И трудовых династий Конец цитаты Объяснил он это свое решение Тем, что ему очень понравилось Как в Уфе прошел WorldSkill И то, что в Башкирии очень много Средних профессиональных учебных заведений А именно 96 колледжей И как бы есть база для того, чтобы вот этот год назвать именно так Тут я комментировать не стану Профессиональное образование это важно И действительно актуально Действительно Россия упустила этот сегмент образования И у нас большой дефицит рабочих рук С высокой квалификацией Так что, наверное, здесь Радий Фаридович прав Продолжая говорить о заработной плате Хабиров отдельно оговорился Что он не может дать достойные зарплаты вахтовикам Речь идет об огромном количестве жителей Башкирии Которые уезжают на вахты И фактически живут в Башкирии только в нерабочее время Но при этом Хабиров вместо большой зарплаты Может дать им уважение Вот это очень интересное заявление Потому что совершенно непонятно Как Радий Фаридович представляет себе кормление детей уважением Как он представляет себе оплату услуг ЖКХ уважением Но почему бы Радию Фаридовичу не проэкспериментировать И не начать рассчитываться вот этим самым уважением Со всякими общественниками на передержке С которыми раньше он рассчитывался Либо двухсоттысячными зарплатами Либо мандатами депутатов горсовета Важнейшим итогом года Хабиров назвал снижение количества обманутых дольщиков А вообще всю эту ситуацию И как он называет эту историю Он прокомментировал следующим образом Еще несколько лет назад Республику эта проблема сотрясала Было более 10 тысяч обманутых дольщиков И благодаря его усилиям Эта численность снижалась И вот 21 год мы начали с отметки 7200 обманутых дольщиков И заканчиваем его с численностью обманутых дольщиков 4000 Буквально с небольшим Безусловно, подобная статистика очень отрадна Тут, как говорится, абсолютно однозначно Можно оценивать эту ситуацию И выдача компенсаций Какими бы несправедливыми они не были И выдача квартир достроенных домов Это все-таки хоть какое-то решение Да, действительно, некоторые дома до сих пор еще не решены Не определена их судьба Собственно, вот Менделеевский треугольник Который 14 лет ждут люди, квартиры Не решено Но, еще раз повторю Это, да, действительно достижение Может быть, не лично Хабирова В том смысле, что, конечно же Это все решалось на федеральные деньги через фонд Но, тем не менее, это достижение Необходимо все-таки отметить и то Что еще не устранены все риски Дело в том, что вот То решение суда в Нижнем Новгороде Которое касалось решений Городского совета и администрации Уфы О выделении ряда участков под застройку Вот это решение суда, которое отменило Эти процессы земельные Уфе На самом деле является очень существенной угрозой Для строительного рынка Уфы Уфа в 2022 году рискует получить отмену строительства На 34 строительных площадках Что само по себе может повлечь за собой Увеличение количества обманутых дольщиков Снова до 10 тысяч человек Эксперты прогнозируют вот эту ситуацию Если она случится Что мы можем получить плюсом еще 6 тысяч обманутых дольщиков И в первую очередь эта ситуация касается Вот этого вот масштабного инвестиционного проекта В который была втянута компания «Садовое кольцо» Втянута к слову сказать лично Хабирова И как он говорит я никого не обманываю Но здесь обман не обман Но тем не менее Хабиров в отношении Садового кольца На мой субъективный взгляд Поступил конечно непорядочно Завершая тему обманутых дольщиков Хабиров попросил помощи Лично у присутствующего в зале прокурора Пантюшина Дословно это прозвучало так Деятели, которые этим занимались Видимо речь идет о застройщиках Все еще ходят по земле Конец цитаты Но очень неоднозначная просьба Так вот в контексте художественных произведений И общепринятого принципа применения Вот этой фразы Конечно звучит она весьма зловеще Не думаю что господин Пантюшин Воспримет ее буквально Потому что тут уже как говорится До смертоубийства недалеко Но вообще я бы на месте всяких Комлевых И прочих застройщиков Которые собственно стали причиной Вот этих бедствий обманутых дольщиков Я бы на их месте конечно вздрогнул Пантюшин закивал Сказал что конечно поможет Ну как бы вот как-то так да Но в очередной раз подчеркиваем Совершенно чудовищное косноязычие Хабирова В тех случаях когда перед ним не лежит написанный текст Далее оперативка попыталась войти в привычное русло Но получилось это не совсем и ненадолго Первым вопросом как обычно был вопрос О ситуации с COVID-19 Забелин Максим Васильевич сообщил нам дежурные цифры А именно то что заболевших С нарастающим итогом в республике Башкортостан На данный момент 121 тысяча человек За сутки прирост составил 304 человека И я отмечаю что этот прирост вдвое меньше чем месяц назад Задействовано 1715 коек Из которых 31% свободны Тоже существенное снижение количества коек Помним что оно доходило до 8 тысяч даже с лишним Вакцинировано на данный момент первым компонентом Уже 2 миллиона 178 тысяч человек Что составляет 70% взрослого населения республики Башкортостан Полностью вторым компонентом Вакцинировано 2 миллиона 26 тысяч человек Что 65% от взрослого населения Любопытно отметить Что только 10% от вакцинированных людей в Башкирии На данный момент ревакцинированы По словам Забелина 201 тысяча человек подверглась ревакцинации Выслушав Забелина Хабиров отметил что В 14 муниципалитетах республики Башкортостан Вакцинация уже завершилась со 100% результатом И к 1 февраля необходимо вакцинацию полностью завершить Вот такие вот задачи стоят у Хабирова Напомню что Путин все время меняет Вот эту планку вакцинации И на данный момент он уже говорил о необходимости Вакцинировать свыше 80% населения Российской Федерации Дальше оперативка опять дала сбой Потому что традиционный триединый доклад Морзаева, Булушева и Гумерова Заслушивать не стали Но Хабиров обратился лично к каждому из этих министров Морзаеву он заповедал быть на чеку Потому что впереди морозы до минус 30 градусов И нельзя допустить аварий Но речь идет о жилищно-коммунальном хозяйстве При этом Хабиров отдельно попросил Морзаева Оградить власти от сюрпризов с платежками за отопление Которые придут гражданам уже в январе Собственно призрак бабушек с платежками Ломящихся в голове республики Башкортостан в офис Судя по всему не отпускает радио Фаритовича И он заранее попросил Морзаева принять огонь на себя Министра транспорта и дорожного строительства Булышева Хабиров похвалил На моей памяти впервые И похвалил он его за выполнение неких поручений Видимо речь идет о транспортной войне с пазиками И выдавливании с рынка перевозок всевозможных частных перевозчиков Однако Хабиров отметил Булышеву Что войну со смертностью на дорогах министерство проиграло И собственно перед Булышевым снова поставлены те же самые задачи А вот Фарит Рифовича Гумирова Хабиров просто похвалил Похвалил за то, что смертность на пожарах в республике снизилась Пускай и всего лишь на 10 человек в год Но тем не менее это действительно отрадный факт Я не знаю, что стало причиной этого достижения Фарита Рифовича То ли его волшебные извещатели, которые он рекламирует в каждом своем выступлении То ли еще какие-то меры МЧС Но факт остается фактом Смертность на пожарах в республике Башкортостан в 2021 году снизилась Затем слово дали зачем-то тому самому шимбайскому погромщику Азамату Абдрахманову и он сделал доклад о результатах мониторинга Муниципальных районов и городских округов по номинациям достижения года Видимо опасаясь, что Азамат Фаритович не в полной мере все еще овладел нормативной лексикой Микрофон ему включили не сразу Некоторое время он невнятно чего-то промотал То, что нельзя было услышать или расслышать Но потом ему все-таки микрофон включили В итоге из доклада Абдрахманова мы узнали о том Что в пяти номинациях были назначены, обозначены или избраны Я уж не знаю, следующие победители В номинации «Здоровый спортивный муниципалитет» победил город Сибай Стерель-Тамахский район и Архангельский район В номинации «Демографическое и социальное развитие» Лидером стал город Нефтекамск, Туймазинский район и Хайбалинский район Устойчивое экономическое развитие город Кумертау Бирский район и Гафурийский район Безопасная и комфортная территория Это город Уфа Поздравляю вас, уфимцы Дертюлинский район и Калтасинский район Эффективная обратная связь в этой номинации победил город Октябрьский и Шимбайский район и Татышлинский район Комментировать эти бессмысленные конкурсы, пожалуй, также бессмысленно Потому что там действительно куча каких-то критериев Куча министерств, которые предоставили кучу отчетов И, на мой взгляд, вот эта вот номинация, номинирование и награждение грантами вот этих победителей Это и есть квинтэссенция бюрократической работы Весь год они обменивались справками, выясняли, уточняли Муниципалитеты им прислали отчеты И потом они вот друг друга наградили Вот такое вот приятное, между собойное мероприятие В общем-то, завершало оперативное совещание Потому что Хабиров дальше перешел к своему длиннющему заключительному слову Завершая оперативное совещание, Хабиров обозначил приоритеты и задачи на следующий год Ну, что, собственно, наверное, логично С точки зрения сценария мероприятия Но, повторюсь, Хабирова на этой оперативке было чрезвычайно много В частности, в числе задач республики и своих лично Хабиров, естественно, обозначил борьбу с коронавирусом Потому что, как он выразился, повестка коронавируса не отменяется Базовой задачей на следующий год он назвал почему-то смертность Правда, оговорился, что за два последних года она существенно увеличилась И мы должны работать над этим Но прозвучало это, конечно, зловеще Еще одной базовой и фундаментальной задачей, над которой он будет работать в следующем году Стала зарплата и условия труда Собственно, можно надеяться на то, что зарплата и условия труда будут улучшаться Не только у самого Радио Фаритовича, но и у всех остальных жителей республики Потому что у Хабирова и зарплата и условия труда более чем уже достойны В промышленности Хабиров планирует поднять с колен хромающие предприятия Это дословная цитата И отдельная задача, личная для Радио Фаритовича Это возрождение судоремонтного завода Как впоследствии Хабиров объяснял это на своей пресс-конференции Это просто его личная блажь Потому что особого смысла в судоремонтном заводе Хабиров не видит экономически и политически Но ему просто хочется И потому вот он его возродит Также одной из задач на будущий год Хабиров видит расширение особой экономической зоны ОЛГА Несмотря на то, что страница перевернута И этой зоне все еще нужны резиденты Также необходимо создавать и развивать мебельный кластер И необходимы технопарки Я уж не знаю, сколько их там насоздавали Но технопарки все еще нужны Радио Фаритовичу Ну и пресловутая цифровизация Которая будет царить, я так понимаю, во всех сферах И которая тоже обозначена как приоритет 2022 года В конце оперативного совещания случился тот самый неприятный казус О котором я упоминал в начале нашего выпуска Хабиров завершил совещание Всех поблагодарил, всех поздравил с Новым годом Со всеми попрощался и вдруг изменился в лице Хабиров забыл предоставить слово новому прокурору Все тому Игорю Станиславовичу Пантюшину Генерал от прокуратуры попал, конечно, в унизительную ситуацию Но все же лицо сохранил Генерал есть генерал И выступил, мужественно, невзирая на столь унизительную проделку Хабирова Лучше бы Хабиров, если честно, забыл выпустить на арену своего любимого Абдрахманова Но забыл он о целом генерале, прокуроре Выступая со сцены оперативного совещания Пантюшин очень вежливо похвалил атмосферу в республике Которая показалась ему конструктивной и дружественной Но выразил озабоченность состоянием преступности В среде несовершеннолетних Выразил озабоченность неторопливостью решения проблем обманутых дольщиков Работой отдельных сотрудников прокуратуры Также Игорь Станиславович пообещал Работать на благо жителей республики И надо отметить, что жители республики действительно очень ждут Настоящей конструктивной и результативной работы прокуратуры республики Ждут с тех пор, как прокуратура сначала развалилась на какие-то обломки И выяснилось, что в ней царит какая-то абсолютно жуткая Даже по нашим меркам коррупция Я говорю об этом деле золотых прокуроров Потом пришел вот этот невнятный Ведерников Который то ли здесь пережидал чего-то То ли действительно слился в экстазе с местными властями И, в общем, Игорю Станиславовичу Понтюшину достается довольно незавидная роль Человека, который все вот это должен исправить Ну, а если он повторит путь Ведерникова То, конечно, все ожидания, которые были связаны с появлением нового прокурора В республике пойдут прахом И жителям придется надеяться на кого-нибудь другого Например, на господина Бастрыкина Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому